Итак, добро пожаловать в третье видео, посвященное тому, как загрузить файл в интернет и отправить ссылку на проверку жюри, чтобы жюри могло убедиться, что вы честно выполняли задание Олимпиады. Итак, мы записали файл. Вот он хранится у нас здесь. Мы видим, что размер файла 77 мегабайт приблизительно. Продолжительность его 4 минуты. То есть, около 20 мегабайт в минуту, если мы умножим 20 на продолжительность тура 240 минут, мы получим, что файл для всего тура будет иметь размер около 5 гигабайт. Соответственно, вам нужно позаботиться о том, чтобы у вас на диске было достаточно места, а также о том, чтобы вы могли загрузить файл такого размера в интернет. Если вы хотите уменьшить размер файла, то через настройки OBS Studio вы можете немного снизить качество видео, так называемый битрейт, и получить файл меньшего размера. Ну, мы загрузим файл, который у нас так сейчас получился. Также для загрузки мы воспользуемся сервисом Яндекс.Диск. Давайте пойдем в Яндекс.Диск. У меня есть аккаунт Яндекс.Диска, но я специально для загрузки этого файла создам новый аккаунт, в котором по умолчанию Яндекс даст мне бесплатно... 20... Ой, нет, 10 мегабайт. Вот у меня прекрасные. Предлагаются варианты. Давайте вот такой попробуем. Такой логин не подойдет. Хорошо, давайте что-нибудь еще. 20 занят. Давайте, простим как-нибудь. Да, вот логин свободен. Так, придумаем пароль. Так, теперь номер мобильного телефона. У меня, разумеется, есть мобильный телефон, но у меня к нему уже привязан другой аккаунт Яндекс.Диска, поэтому я воспользуюсь тем, что можно зарегистрироваться без номера телефона. Вот. Пройдем проверку, что я не робот. Неправильно. Не удалось пройти проверку. Попробуем еще раз. Нет, слишком сложно. Что-то без лишних сил. Все, с пятого раза удалось мне пройти проверку, что я не робот. Не будем устанавливать себе аватар. Так, ну вот у нас здесь свободно 10 гигабайт. Загрузим сюда наше видео. Видео загружается. И после окончания загрузки мы можем поделиться сразу этим видео. Получается ссылка на него. Скопируем ссылку и создадим текстовый файл с ней. Вот эта ссылка, которая ведет на наше видео. Давайте теперь эту ссылку отправим в проверющее систему. Вот мы выберем теперь задачу zproctank. Выберем текстовый файл. Выберем наш файл с ссылкой. И отправим. Ну, смотреть результаты проверки тут бесполезно, потому что автоматической проверки не происходит. Желающие члены жюри проверят вашу присланную ссылку, просмотрят видео и убедятся, что вы писали честно. Но это будет на основном туре, на пробном туре. По умолчанию мы ваше видео смотреть не будем. Если вы хотите, чтобы ваше видео посмотрели и дали на него фидбэк, если вы сомневаетесь, что там все правильно, то вы можете сделать следующее. Давайте воспользуемся нашим аккаунтом. Пойдем в почту и напишем письмо. Если вы хотите, чтобы ваши посмотрели видео, то нужно создать письмо на ds.io.jury. Welcome. Здесь также ставить ссылку на ваш прокторинг. В ответ мы пришлем вам замечание, либо сообщение о том, что все хорошо. Этот сервис доступен 7, 8 и 9 мая. В эти дни мы будем время от времени смотреть почту, проверять ваши ссылки и присылать вам ответы. Если вы пришлете ближе к вечеру уже 9 мая, то не факт, что мы успеем посмотреть и присылать вам фидбэк. Но еще раз обращу внимание, что на основном туре нужно обязательно все видео, которые у вас получатся, нужно обязательно залить в облако и прислать ссылку через специальный контекст, который будет доступен после окончания основного тура. Вам будет дано 4 часа на заливку. Даже на самом медленном интернете вы должны успеть залить ваш файл. и полученный файл далее вам будет уже проверен в жюри. Так, а мы на этом заканчиваем нашу серию видео инструкции. Всем удачи на Олимпиаде! Субтитры сделал DimaTorzok